Сегодня мы поговорим о том, что такое ореометр и как им пользоваться. Это устройство, предназначенное для определения плотностей жидкостей, придумали еще древние греки, а его принцип действия основан на законе Архимеда. Этот ореометр состоит из двух частей, колбы, в нижнюю часть которой загружена свинцовая дробь, и длинной трубки, внутри которой находится шкала. На верхнем конце шкалы нашего ореометра нанесена отметка 1000, это плотность воды 1000 кг на кубический метр, а на нижнем конце шкалы стоит отметка 1080. Так что этот ореометр, он называется АОН-2, предназначен для определения плотностей жидкостей несколько более плотных, чем вода. Проведем для начала калибровку этого ореометра. Поскольку его придется погружать в воду на всю глубину, сосуд для измерений должен быть тоже достаточно высоким, и нам лучше всего подойдет вот эта высокая и узкая мензурка. Так что мы берем ореометр и опускаем его в воду. И мы видим, что он действительно ушел в воду до отметки 1000. А то, что он погрузился чуть глубже, объясняется или тем, что у нас вода чуть теплее 20 градусов, или небольшой погрешностью прибора. А теперь вместо воды я налил в мензурку раствор медного купороса, плотность которого должна быть больше плотности воды. Но прежде чем ее измерять, давайте немного разберемся с теорией и вспомним закон Архимеда. Начнем с того, что по закону Архимеда на плавающей воде тело со стороны воды действует Архимедова сила, равная весу этого тела. Вес тела обозначим МЖ, а Архимедова сила равна весу воды в объеме В, который вытеснило это тело. Вес воды равен плотности воды ρ, умноженной на объем В, это масса воды, и умножим ее на Ж. Теперь Ж справа и слева можно сократить и говорить о равенстве масс. А теперь на сцене появляются две мензурки, заполненные одна более плотной, а другая менее плотной жидкостью. И два одинаковых ореометра равной массы. И спрашивается, какой из них погрузится глубже? Поскольку масса одна и та же, где плотность больше, там вытесненный объем будет меньше. Поэтому в более плотной жидкости ореометр высунется над поверхностью высоко, чтобы объем его подводной части был меньше. А в менее плотной жидкости ореометр погрузится глубже, В1 меньше, чем В2. Это и есть принцип действия ореометра, по объему погрузившейся части судим о плотности. А теперь можно сделать измерение. Берем ореометр, погружаем его в раствор и видим, что трубочка со шкалой в этот раз находится высоко над поверхностью жидкости. Считываем на шкале отметку 65. Это означает, что плотность нашего раствора составляет 1065 кг на кубический метр. Мы установили, что он на 6,5% плотнее, чем вода. А теперь я хочу задать вам один вопрос. Сначала я думал, что шкала ореометра равномерная, а потом пригляделся к ней и стал это проверять. И увидел, что если измерять расстояние от отметки 1080 до отметки 1070, то оно составляет 14,5 мм, а отметки 1100 до отметки 1000, 16,5 мм на 2 мм больше. Почему же так получается? Ваши соображения на этот счет вы можете написать в комментариях к этому ролику на ютубе.